здравствуйте мои подписчики и гости канала это пятое видео посвященное машинам и аппаратам линий производства плесневых грибов на барде спиртовых заводов это видео посвящено теплообменникам для охлаждения среды поступающий ферментатор простерилизованную питательную среду для выращивания культуры плесневых грибов после выдерживания при 130 градусах цельсия охлаждают в теплообменнике до 30 градусов цельсия для этой цели применяют теплообменники типа труба в трубе продукт направляют по внутренним трубам сверху вниз охлаждающую воду по кольцевому пространству снизу вверх примерный расчет теплообменника рассчитаем теплообменника для охлаждения среды от 130 до 30 градусов цельсия подаваемый из выдерживателя ферментатор количество охлаждаемой среды 11 кубометров в час для охлаждения используется вода с температурой 15 градусов цельсия температура воды при выходе из теплообменника 90 градусов цельсия расход пара д пара равная 1855 килограмм в час рост ряды плотность 1065 килограмм на кубометр и часовой объем исходной среды подаваемый ферментатор в с 9 кубометров в час принято из предыдущего расчета теплоемкость среды c среды 4,2 килоджоулю на килограмм кельвин при расчете теплообменника определяют его поверхность охлаждения и расход воды материал теплообменника стальные трубы внутреннюю трубу принимаем диаметром наружный диаметр трубы 76 миллиметров внутренний диаметр 68 миллиметров наружную трубу с наружным диаметром 127 миллиметров и внутренним диаметром 119 мм. Количество тепла отводимого от охлаждающей среды КУ Большое, количество среды проходящей через теплообменник ГС и расход воды на охлаждение среды в теплообменнике W, расчет этих параметров представлен на слайде. Также на слайде представлена расшифровка обозначений, входящих в формулы. Поверхность охлаждения теплообменника рассчитывается по формуле, представленной на слайде. После расчета мы принимаем поверхность охлаждения теплообменника в 60 квадратных метров. Рассчитаем среднюю логарифмическую разность температур при противоточном движении среды и охлаждающей воды по формуле, представленной на слайде. Коэффициенты теплопередачи от среды к воде рассчитаем по формуле, представленной на слайде. Учитывая возможные загрязнения поверхности теплообмена, принимаем коэффициенты теплопередачи от среды к воде равным 870 Вт на метр в квадрате Кельвин. Критерий Рейнольдса охлаждаемой среды, протекающей по внутренней трубе теплообменника рассчитаем по формуле, представленной на слайде. Важно отметить, что коэффициенты динамической вязкости охлаждаемой среды берется при средней температуре и определяется по методике и формулам Знаменского. Полученное значение критерия Рейнольдса меньше 10 тысяч. Следовательно, режим движения среды в трубах теплообменника переходный. Для переходного режима при Рейнольдсе от 2 до 10 тысяч Михеев рекомендует определять коэффициент теплоотдачи по следующей формуле, представленной на слайде. Формула для определения критерия Нуссельта. Расшифровка обозначений, входящих в формулу, представлена на слайде. Так же, как и значение К нулевое. Это комплекс К нулевое по Михееву. Определяется по таблице, представленной на слайде. Выражая из формулы для критерия Нуссельта коэффициент теплоотдачи от среды к стенке внутренней трубы α1 и подставляя значение, рассчитаем коэффициент α1. Коэффициент теплопроводности охлаждаемой среды λs ориентировочно определяется по формуле, представленной на слайде. Средняя молекулярная масса MS среды для расчета коэффициента теплопроводности охлаждаемой среды λs ориентировочно определяется как средняя молекулярная масса мальтозы, растворенной в воде. Принимаем, что 1 кг раствора состоит из 0,03 кг сахара и 0,97 кг воды. Тогда молекулярная масса среды рассчитывается по формуле, представленной на слайде. Следует обратить внимание, что для расчета молекулярной массы мальтозы используется ее химическая формула C12H22O11. Значение критерия Прантля при среде температуры среды 80 градусов рассчитывается по формуле, представленной на слайде, и составляет 53,3. Для определения значения критерия Прантля на стенки при температуре стенки, принимаем среднюю температуру теплопередающей стенки на 5 градусов ниже средней температуры среды, то есть стенки 75 градусов цельсия. Значение теплопроводности среды CS и λs при температуре стенки 75 градусов цельсия будут незначительно отличаться от определенных для температуры 80 градусов, поэтому пересчета их не производим. И определяем прантель на стенке при температуре стенки 75 градусов Цельсия. Значение μs при температуре стенки 75 градусов Цельсия определили по методике и формулам Знаменского. И она составила μs равно 0,00772. Коэффициент теплоотдачи α2 от стенки теплообменника к охлаждающей воде определим по формуле для потока кольцевого сечения. Формула представлена на слайде. Критерий Рейнольдса для этого потока рассчитывается по формуле, представленной на слайде. Следует помнить, что при расчете критерия Рейнольдса вместо диаметра берется эквивалентный диаметр кольцевого сечения теплообменника, который рассчитывается по формуле, представленной на слайде. d эквивалентное равно d внутреннее в квадрате минус d наружнее в квадрате деленное на d наружнее. Скорость движения воды в кольцевом сечении теплообменника определяется по формуле, представленной на слайде. При этом W – это количество охлаждающей воды, 15,25 тонн в час, f – площадь кольцевого сечения труб теплообменника, которая определяется по формуле, представленной на слайде. Рейнольдс – больше 10 000, следовательно, поток турбулентный. Критерий Прантля для воды при температуре 52,5 градуса рассчитывается по формуле, представленной на слайде. И критерий Прантля после расчета равен 3,66. Спасибо за внимание и до новых встреч!